сегодня в меню будет от зуба татарский это блюдо я предпочитаю готовить именно из говядины поэтому у меня говядина порезана вот на такие небольшие кусочки и для начала я их запанирую в муке удобно это делать либо в дуршлаге либо я буду использовать вот целлофановый сухой пакет него я насыпала полстакана муки и туда отправляю всю говядину и потрясу пакет а в кастрюле с толстым дном у меня уже нагревается растительное масло масло так прилично чтобы скрыло дно вот так это все красиво выглядит но из мешка я не высыпаю в дуршлаге удобно стряхнуть лишнюю муку а вот буду брать и аккуратно складывать обжариваться мясо не все сразу а частями дабы температура масла не упала и мясо не начало выделять сок и тушится а свой сок оставила внутри и осталось таким сочным смачным постепенно обжариваем мясо закинула шкварчи тут же нарезаю одну ну вот такую среднюю луковицу перьями добавила разумеется перемешиваю лук слегка обжарился и сейчас самое время добавить столовую ложку томатной пасты но у меня ее нет поэтому у меня будет кетчуп и вот так я для него обязательно расчистила место чтобы хоть кетчуп хоть томатная паста прожарилась дабы не было изжоги параллельно нарезаю огурцы маринованные ну тут у меня пять небольших огурчиков вот таких они и почищу сейчас томат от кожицы и заброшу в кастрюлю через пять минут после томатов забрасываем огурцы еще через пять минут добавляю воду немного чтобы говядину слегка скрыла может быть ну вот на сантиметр все и на медленный огонь под крышкой тушим до того момента пока говядина не станет мягкой а ну как же я могла забыть то вот на этом моменте добавляем соль сахар тоже рекомендуется добавлять так как имеется в наличии томаты и томатная паста или кетчуп ну и свои разумеется любимые специи перец кто хочет я еще добавлю что там кимьон и под крышку до готовности говядины пока там говядина готовится переходим к чистке картошки достаточно будет пять хороших картофельных смачных режем брусочками но не сильно тонкими все замачиваем холодной воде чтобы ушел лишний крахмал продолжаем ждать говядину после того как вы поняли что говядина практически готова займемся картофелем на растительном масле жарим пока не пожарим солить я рекомендую конечно же в конце газ я уже выключила но и все буду соединять можно конечно подавать наложить картошку а сверху полить замечательным соусом но я предпочитаю все соединить вот так чудно выглядит говядина выкладываю картофель к ней добавила картофель к нему же выдавила три зубчика чеснока перемешиваю пять минут выключаю газ и пять минут под крышкой а зуба татарский готова блюдо очень вкусное сытное и ароматное конечно можно посыпать сверху свежей зелени но я решила без нее обойтись приятного аппетита готовьте с удовольствием